Молодой и очень популярный. Речь о триатлоне, который возник всего 40 лет назад, но уже является олимпийским видом спорта. Его поклонников немало и в Татарстане, и в соседних республиках. В минувшие выходные на городской набережной собрались челнинцы, представители Уфы, Ижевска, Казани, Нижнекамска, Елабуги и других городов, чтобы проверить свою силу и выносливость. Сначала заплыв, потом кросс на велосипеде и забег на 5 километров. Все это на время. Любой регулярно занимающийся физкультурой человек способен преодолеть этот марафон, уверены организаторы. Соревнования проходят в так называемом спринт-формате. Например, проплыть надо всего-то 750 метров. Это два круга против часовой стрелки вокруг буйков, выстроенных в форме треугольника. Для некоторых это самый сложный этап, а для других – пара пустяков. Этап не очень тяжелый. Течения нет, ветер не такой сильный. В принципе, по этапу все хорошо сложилось. Всех участников можно разделить на две группы. Первые борются за медали в личном зачете, самостоятельно преодолевают все этапы триатлона. Из воды на берег переоделись и на велосипед. Тут главное – беречь силы. Думаю, рассчитал специально. Помедленнее плывешь. Тут еще велосипед, еще и бежать надо. Другие соревнуются в командном зачете и выглядит это как эстафета. Второй. Крутить педали 20 километров по лесной трассе – следующее испытание. Помощники организаторов отмечают номера участников на контрольной точке, чтобы знать, сколько еще осталось проехать каждому из спортсменов. Популярность триатлона растет, радуются организаторы. Если три года назад подобные соревнования собирали лишь 15 человек, то сегодня их более 80. Что тут говорить, если министр юстиции Татарстана приехал на набережную, чтобы лично побороться за медали. Возможно, в следующем году приобщиться к триатлону и мы от города. Такой интерес к этому виду спорта объясняется тем, что не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы принять участие в подобном соревновании. Добраться до финиша и не сдаться – уже победа, в первую очередь, над самим собой. Мы хотим привить людям мысль, что они могут многое, они могут сделать все. Только надо поверить себя в свои силы. Трасса достаточно легкая, по крайней мере, для меня в основном равнина. Мы привыкли кататься по горной местности с препятствиями. Именно на велоэтапе почетный участник из Казани под номером 99 министру юстиции проиграл конкурентам значительную часть времени. Он соревновался в личном зачете, где не было равных спортсмену из Аинска – Михаилу Комендантову. Я участвую примерно с 1994 года в таких любительских соревнованиях. Соревнования очень интересные, погода удалась, участников собралось очень много, очень приятно. А вот в командном зачете победа осталась за Челнинцами. Пять километров бегом по городской набережной первым преодолел Дамир Нурьяхметов, выступающий за команду «Три поросенка», которая лидировала по ходу всей эстафеты. Стоит отметить, что вместе со взрослыми спортсменами на дистанцию вышли и дети. Среди них также выявили своего чемпиона.